Великой революции Наполеон, прямо вот он прет сегодня, Наполеон, боюсь за себя, начинается мания величия, и видите, сегодня мания величия, я стал похваляться собственным психическим здоровьем, но это вот начало мания величия, реально, человек говорит, что вот он гораздо более здоров, чем все окружающие, чем лечащий врач и тому подобное Наполеон, в чем причина его исключительных военных успехов? Ну, конечно, в определенной степени это несомненный талант, талант его как военачальника и плеяда вот этих маршалов, которые его окружали Ну, не может человек все время вести там 20 лет, но, с другой стороны, он и не может все время правильно выигрывать, потому что иногда должно вести и противникам, значит, было какое-то подавляющее превосходство в самой армии, в степени ее подготовки и так далее, которая отличала ее от армии других Ну, одно лежит на поверхности, армия была больше, то есть, французы просто, ну, секрет хорошего чая, кладите больше заварки, они вели всех подряд, создавали колоссальные армии и с двукратным, трехкратным превосходством там побеждали Бог на стороне больших батальонов, но этого мало, без таких исключительных успехов В конце концов, в какие-то моменты там и другие напрягались, собирали большие армии, русская армия была очень большая А вот оказывается, что в значительной степени успехи Наполеона вызваны тем, что до этого французы Людовик XV, Людовик XVI провели кардинальные преобразования в армии, сделали армию нового типа, с новым уровнем технического обеспечения и так далее И, ну, например, была унифицированная система пороховых зарядов, которая позволяла очень точно рассчитывать удары, ну, для того времени и так далее, и так далее И вот это и было таким вот, значит, козырем Наполеона, который он растратил в достаточно безумных этих всех авантюрах, потому что, в принципе, к этому же пришли другие народы Они скопировали у французов, где-то сами догадались, ну, и в результате французов стали бить, и они, в общем-то, ушли То есть, успехи революционной армии, на самом деле, определяются успехами армии королевской Субтитры создавал DimaTorzok